С вами Эрик Вори и добро пожаловать в Network Marketing Pro. Сегодня я хочу поговорить с вами о чем-то совершенно другом. И некоторые из вас будут немного озадачены этим до тех пор, пока не поймут, что я пытаюсь сказать. И это, я считаю, один из самых недооцененных моментов в бизнесе, предпринимательстве и сетевом маркетинге. Это получение шрамов. Шрамы профессии. Каждый в сетевом маркетинге хочет быстрого и простого пути. Им нужен легкий путь к успеху. Им нужен простой способ, чтобы дойти до вершины. Им нужна простая система, которую они смогут загрузить и получить решение. Они хотят получить все ответы. Они хотят, чтобы их кормили ложечкой, как маленького ребенка. Никто из них не хочет готовить себе еду сам. Никто из них не хочет строить свой собственный дом. Никто из них не хочет строить свой собственный бизнес. Они хотят, чтобы за них это делали спонсоры. Они хотят, чтобы компания сделала это для них. Они хотят, чтобы их структура сделала это для них. Правильно? Они не хотят получать шрамы. Я задам вам вопрос. Вы учитесь больше на победах или на поражениях? Вы больше учитесь от удовольствия или от страданий? Возможно, боль приносит шрамы, но она дает вам мудрость. Она дает вам знания, она дает вам понимание, она дает вам перспективу, она дает вам новые мускулы, она дает вам силы. У нас просто куча младенцев в сетевом маркетинге, просто куча младенцев, которые даже не научились ползать, и они ждут, чтобы кто-то другой заставил их бежать. Вы должны научиться ползать, чтобы иметь возможность развиваться и учиться, пытаясь вставать миллионы раз и падать снова, огорчаться миллион раз, пока не разберетесь с этим. Мое пожелание для вас — не то, чтобы вы хотели боли, но чтобы вы не были шокированы, когда она появится. Мое пожелание для вас заключается не в том, чтобы для вас всегда все было трудно, но когда возникнут трудности, чтобы вы не удивлялись. Сделайте шаг навстречу и скажите «Окей, сложности? Значит, у меня есть возможность расти. Это значит, у меня есть возможность учиться. У меня есть возможность стать лучше. Я выйду из подросткового возраста в сетевом маркетинге. Я перестану зависеть от кого-либо еще. Я собираюсь пройти эту школу тяжелых ударов. Я буду учиться на своих ошибках». Никто не хочет совершать ошибки. Все боятся плохо выглядеть перед остальным миром. Угадайте. А как же вы учитесь? Идите и делайте ошибки. Сделайте миллион ошибок. Испытайте трудности. Терпите неудачи и перестраивайтесь. Теряйте свои команды и создавайте новые, потому что это произойдет. Я не хочу этого, но когда это произойдет, вы будете горько сожалеть об этом или станете лучше, вынесете урок? Шрамы профессии. Большинство людей ищут легкий путь. Но легкий путь — не лучшая дорога. Есть причина, почему они назвали книгу «Непроторенная дорога». Все, кто идет к вершине успеха, прекрасно понимают, о чем я говорю. Вы уже пошли этой дорогой. И для тех топ-лидеров, которые заплатили цену и принесли жертву, не лейте в воду в ваших рассказах только потому, что вы боитесь напугать своих младенцев, которые не хотят сделать первые шаги самостоятельно. Скажите им, что вы на самом деле сделали. Расскажите им, что нужно, чтобы дойти до вершины. Не скрывайте это от них. Не посыпайте сахарком и не говорите, что это легко, и не кормите их с ложечки только потому, что вы не хотите, чтобы они прошли через ту боль, через которую прошли вы. Вам необходимо, чтобы они пережили ту боль, которую вы переживали, не для того, чтобы раздавить их, но для того, чтобы сделать их сильнее. Шрамы профессии, рост через боль, обучение через невзгоды – это важные и ценные активы и инструменты в предпринимательском наборе. Не убегайте от них. Пользуйтесь ими. Это было наше шоу на сегодня. Мое пожелание для всех вас. Если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, решили стать профи, решили нарастить мускулы, потому что этот факт крепок как камень. У нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем прекрасного дня. Берегите себя. Пока-пока.